В Советском Союзе и России снято множество фильмов о войне. Здесь тебе и война день за днём, и трагедия одного человека на фоне трагедии человечества. Русыпь жизней, событий и битв от начала войны до её завершения, от пения авиаторов до работы СМЕРШа в тылу, от пыльных будней войны до её античеловечного нутра. Но как много картин мы знаем про радость победы. Траур всё-таки. 22 июня. 9 мая это праздник. И именно к празднику приурочили премьеру фильма на Париж. Фильм, который вначале демонстрирует фотографию, а также имя и фамилию реального человека. Герой фильма, эпизоды которого снимаются сегодня в Польше, совершенно реальный человек. Это реальная история. Которая действительно имела место в жизни. Про герой Советского Союза Алексея Милюкова. Мало кто знает, но в Конституцию внесли поправку, которая запрещает снимать фильмы про Советский Союз, если они не основаны на реальных событиях. Не дадут и шансы исказить нашу историю. Герой танкиста играет Дмитрий Певцов. Со своим экипажем он случайно влетает в немецкий штаб. Оружие! Полита! Сука! Все нормально, его герой выжил, и он отправляется в медчасть, чтобы залечивать рану. И не только рану! Штаны были спущены. Приспущены. Видимо, просто такова особенность кадра. Чего? Чего ты добиваешься от меня этими возгласами, Саша? Окей, окей, я понял. Ой, Саша, ты ювелир! Кончается этот момент салютом. Нацисты подписали капитуляцию. Официально День Победы наступил. Ты не мог бы прикрыться хоть чем-нибудь? Я просто обязан был. Теперь когда увидимся? Томочка, найду тебя. Клянусь. Богом клянусь, найду. Я убью. Томочку Саша оставляет, ведь есть дела поважнее. Например, гопануть нацистов. Вон они! Давай, давай, давай! Не уйдут! Судя по кадрам, они не пытаются, как и композитор. Саунд, эпично. Герой настигает немца, и с помощью навыка красноречия Из машины шнель нахер, блять! Мародерит тачку, чтобы на нее цепануть девчонок. Здесь вы все холостые. Знаемые, стрельные воробьи. И крепко стреляные. Вы про Пушку Дора слышали? Герои проезжают город, в котором недавно была война. Но улицы настолько чистые, будто наступил карантин, но плитку все равно меняют три раза в неделю. Новое освещение, новые дорожки, новые спортивные объекты, детские площадки. И даже робкий графен не спасает от фальши. Видимо, должна спасти актерская игра. Герой встречает своего мехвода, которого играет Добронравов. Танкисты-украинцы, это у них семейное. По прибытию первым делом Саша, конечно же, идет бухать. Русский, а ты билет выкинула по полосу. Да, да, пососать далее. Честно, победа! Победное застолье возглавляет Ефремов. И, как известно, Ефремов — системообразующее предприятие страны. Дело в том, что он всегда бухает на одном месте, но он настолько талантливый актер, без шуток, что режиссеры возводят вокруг него декорации и шьют под него форму, чтобы он побухал именно у них в кино. Знаете, я же за что хочу? На Эфелеву башню. Поднимался. За Эфелеву башню! Да как он это делает? От бухача Сашу отрывает подчиненный, который докладывает. Забрали нашего Кузя. Контрразведка забрала. Доброго ранку, невиновные. Муж чем ляпнул, победа не тот. Победа. Ну да. Теперь все по-другому будет. Закону же теперь соблюдать не надо. Все что угодно делать можно. Победа же. О сюжетной линии репрессированного можно забыть, как забывает и герой. Казалось бы, твоего подчиненного забрали в застенки НКВД. Может сейчас попробуешь уточнить, спросить, вдруг допустили ошибку? Ошибку? Да куда там? Водка же стынет. За наших жен. Дождались они светлого дня. Ура! Ура! Ну чё, ребят, выпили, зажжён. Теперь и по проституткам можно. Куда-куда? Париж, конечно. А на улице красных фонарей? Никаких возражений. Я заеду в бордель и трахну шлюху. Если вы не хотите мочить свои члены, я не настаиваю. Мужики, да когда ещё такой случай будет? И в этом коротком, но полном приключении путешествия осознают, что значит победа лично для каждого из них. Ну куда? В Париже первым делом смекаете, да? А? Браток, это уже мысленно, видимо там, да? На самом деле блондин думает не о проститутках, он встретил свою девушку и взыграла совесть. Короче, не еду. Ведь лучше синица в руках, чем трипер в нёбе. Но герои не расстраиваются, ведь на аэродроме они раздобыли спиртяги, и теперь до самого борделя можно кайфовать, не догадываясь, что режиссёр любит арт-хаус. И пока лысый спал, герой впленил пацан из Гитлерюгенда. Ненавижу! 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 Войну ненавижу. Не, ну это вклад в киноиндустрию. Ненавижу! Ненавижу! Крышечки от молока ненавижу! Ненавижу! Уголки ненавижу! Эй, идём смотреть на Париж! Ненавижу! Ненавижу! Бездарную актёрскую игру ненавижу! Вот когда таких ребятишек по восемнадцати до по девятнадцати лет убивает, у меня на глазах я просто плакать хочу. Ненавижу! Чувствуешь? Это и есть война! Дошло! Войну ненавижу. Плевать, что сценарно будто писали дети, а на съёмочной площадке никто не попросил переиграть. Актёру срочно нужно вызвать. Врача! Врача! Позовите врача! Какой тут нахуй врач? Патолога-анатома! Срочно! Все. Фух! Саша, мне бы выпить. Фух! Герои подъезжают к американской зоне оккупации, и чтобы проехать в неё не нужны документы. Нужно просто сказать Париж и выжрать бухла! Фух! Фух! Вау, да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да. Вот так болоток. А тоа, мы можем! Даже эти пиндосы нами восхищаются! И, кстати, да, не забывайте, мы смотрим комедию. Вот нахрена тебе, Париж, Михуил. Саша, какаша. Роман, жопый дан. Вадим, мудим. Михуил. Куда первым делом? В Лувр, конечно. Кому не лезет? Да, лезет. Правда о войне – это правда о судьбах людей, заплативших своей кровью за победу над нацизмом. Этот день победы, порохом пропав, это праздник с сединою на висках, это радость со слезами на глазах. День победы. Я хотел сделать именно фильм о победе. Победе над полюциями? С сексом все не заканчивается, ведь сон прервает срочный приказ. Приказываю выпить. Заправки бухлом им хватает, чтобы доехать до пригорода. Бонжур. На меня смотри. Берет, бокал вина. Ну это точно француз, значит это пригород Парижа. Еще и флаг Франции на здании, точно Европа. Бордель оказывается тут же, за углом, потому что локации у фильма такие же скудные, как и его песни. Создатели ленты заявляют, что придумали новый жанр, военный роуд-мюзикл. Ах, эти черные глаза. Меня сгубили, их позабыть никак нельзя. С одной песней на весь фильм. Отличный замысел. Блестящий план. Нравится? Да. Я-то думал, это полнейший бред. Судя по всему, это отсылка к фильму «Сошедший с небес». Фильм тоже рассказывает о событиях после победы. И данная танго там тоже повторяется. Постоянно. В контексте флэшбэка. Потому что оно врезалось в память обезумевшим от жажды защитникам от жамухайских катакомб. Это танго включали нацисты, которые охраняли единственный колодец с водой. Ах, эти черные глаза, меня сгубили. Отличная отсылка. Будто нахуй отослали. Что тот фильм, что ту историю. Но вернемся к публичному дому, у которого стоят герои и мешкаются. И в общей сумме почти целую, блядь, минуту молчат. Может быть, это минута молчания в честь 27 миллионов погибших? Я не знаю. Видимо, после долгого ожидания даже диалоги на уровне «Да ты успокаивайся, я тебе говорю!» должны смешить. Саш, ну вас же привез. Давай. Наши члены не будут больше вяло висеть без дела. Мы будем бороться, и каждый должен бросить хоть одну палку. У вас есть деньги? Есть кое-что получше. Колбаса. И два литра алкоголя. Бонжор? Ну, черт, с вами хорошо. Я вас приму, но только потому, что вы русские. Каков твой генетический код? Тушенка по англизу, колбаса, трофейная водка. А, водка. А, вот бы ваймакс на такое. Вот этот жир с колбаски. Да в 3D еще. Ух. А сейчас для вас споет наша макака. Да, замечательный сценарий с юмором. Я, конечно, может быть испорчен, но, пожалуйста, напишите в комментариях, есть ли какое-то альтернативное значение слова макака. Но не могут же авторы просто так подобное вкидывать. Фильм снят при поддержке Министерства культуры Российской Федерации. Ага, ну тогда понятно. Странно, конечно, что слово узкоглазый не добавили. Вам понравилась наша прекрасная макака? В спектакле Богомолова, и на них люди покупают билеты и ходят на них, смотрят. Я хочу цензуру, потому что это мерзость. Про какую? Это ненависть к зрителям, это ненависть к вере, это ненависть к нашим классикам. А вот ненависть к гукам, это нормально. Тут цензура быть не должно. Ну, макаки, что с них взять? Тем временем оператор столько планов сисек показал, что, судя по всему, он ловил не фокус, а экуляцию. Командир, я сюда не кушать пришел. У нас фильм про победителей. И значит нам нужна одна победа. Одна на всех, мы за ценой не постоим. Одна на всех, мы за ценой не постоим. Нас ждет огонь смертельный. Прекрасный фильм, очень добрый. Мне кажется, наконец-то у нас позитивный день победы. Можно всей семьей смотреть. Ща, мы с семьей глубокую глотку досмотрим и к вам вернемся. Сынок, реклама закончилась. К слову, первоначальная версия сцены должна была быть куда откровеннее. Читаю, читаю. И такой дохожу до того, что в порывах страсти, как обокрады, цуя грудь. И я такой, я максимально ушел от этого, попросил Сергея Эдуардовича Саркисова. Пожалуйста, говорю, не хочу. Ну что тут скажешь? Большого спроса на правду нет. И да, вот этот актер и блондин из «Движения вверх» единственный из центральных актеров, которые пытаются играть в этой помойке. У остальных роли и актерка на уровне... Я сижу, бухаю, и мне вообще похуй. Но вернемся к сюжету. Присунуть сразу двоим победитель не успевает. Потому что приходит француз, который к одной из проституток записался гораздо раньше наших героев. И он недоволен отсутствием услуг. А почему ты не задумывалась об этом? А что ты сделал для того, чтобы он тебя не бил? Да, удар просто сам бьет. То есть тихо, спокойно. Француз торжественно избит и вышвырнул. А проститутка, видимо, в награду светит голыми телесами. Избитые девушки тоже кого-то возбуждают. Герои же пьют и лиричествуют. Какая-то романтическая история у героев есть? Конечно. Есть любовь, есть девушка. И где, как ни в публичном доме, она должна присниться. Точнее, то, как герой ее трахает. Я знаю, это любви. И лабиринт, в котором он не может ее найти. И все это после траха с мамкой проституток, как я понимаю. Раз она выбегает из комнаты, когда приходит он. Майор контрразведки Столетов. Совершенно неожиданный для меня переворот и поворот сюжета. Это очень круто. Вот так неожиданность. Да кто это придумал? Слушай, майор, со мной на вы. Чего хотел? Да, прояви уважение, говно. Это не мои вещи. А его вещи, военная форма и боевое оружие, оказывается в других комнатах Бледушника, где задерживают остальных гуляк. Проститутки же аплодируют нашим героям, потому что никто, кроме них, так не мог. Можем повторить. Помогите высшие силы! Тут блин! Блин! Твою... Твою пачку! Черт его вера! В черном воронке советские солдаты понимают, как же хорошо в мире без НКВД, в мире, где есть свобода. Они свободно бухают и ебутся со шлюхами. Ради чего мы вообще воевали? Ради чего? Цветовая гамма резко меняется, насыщенность превращается в сепию, а солнце и свободу заменяет туман и неволя. В особый отдел вашей армии. Нам тут некогда с вами возиться. У вас-то дело не проворот. Сколько еще борделей надо прочесать? Реально, заняться нечем. Вот мы по шлюхам ездим. А вы зачем-то ищете командиров, что свои части бросили? Пф, ебанаты что ли? Трибунал у насрать будет, доехали вы до Парижа или нет. Давай, продолжай. Мы вроде бы на вы. Хотя, во все можно. Вы оставили часть, вы пересекли границу без документов, вы опиздюлили местного жителя, и все равно в этом виновата НКВД. Я понимаю, что НКВД может быть как героем, вроде защитников Брестской крепости, так и злодейским злодеем, как во всех остальных фильмах. А я тебя, блядь, шлепну! Без суда и следствия! Ну! А ну, вперед! Болчать! А-а-а! Люди говно на блюде. Прям в лоб. Одного за другим. Что, посрались, да? И говорить что-то нейтральное про них, или даже положительное, ублюдками из обкомов запрещено. У наших киношников к ССовцам отношения уважительнее. Но выставлять НКВДшников злодеями в данных обстоятельствах? Интересно, на кого еще, кроме самих героев, вину свалят? Сука французская! Вот кто настучал! Коллаборационист! Хренов! Это я, планшер, честный француз, участник сопротивления. Да знаем мы таких. Сначала немцам жопу лизали, а потом сразу участниками стали. Ты вы охуели, что ли? Я, конечно, тоже люблю все эти пошутейки про французов, немцев, американцев и советов. Но когда это шутки, вы же на полном серьезе вкладываете эту идею. Если участники сопротивления немцам жопу лизали, давайте хоть вспомним нескольких. Борис Вильде и Анатолий Левицкий, основатели первой ячейки сопротивления, расстреляны. Берти Альберт основала центр для беженцев, после пыток совершила самоубийство. Жан Мулен погиб под пытками. Марк Блок, участник двух мировых войн, после пыток расстрелян. Антуан де Сент-Экзюпери погиб во время разведывательного полета над Средиземным морем. Мисак Манущан после длительных пыток был казнен вместе с 21 членом группы сопротивления. Монахиня Мария спасала евреев. Казнена в газовой камере. Да знаем мы таких. Сначала немцам жопу лизали, а потом сразу участниками стали. Российское военно-историческое общество отмечает тревожный факт. Чем ближе 1 сентября, тем больше сказок рассказывают на Западе о начале Второй мировой. Ну а российскому военному историческому обществу можно. Они же врут во благо. И даже не прочь появиться в титрах. И ладно бы перед зрителем лепили отрицательного персонажа. Вроде главного героя фильма «Грязь» или «Лицо со шарамом». Но нет, герой фильма — это положительный образ. При этом шовинизм и остальные геройства проецируют на настоящего человека. История, которая произошла с героем Советского Союза Алексеем Милюковым. Да сколько можно? Он Александр, блядь! О том, как он с товарищами решил отметить победу в Париже, Милюков рассказал своему другу. Абсолютно реальная история, которую записал Станислав Сергеевич Говорухин. Но вы помните, такие же записанные истории, которые происходили в жизни, были и в фильме «Сволочи», там, где советы детей на смерть отправляли. И в правде от Гуськова про советов педофилов, которые 9 мая решили трахнуть детей. О этом паршивом острове одни старые бабы. Ты засел здесь в Малиннике, поделись боевыми товарищами. Персонаж Гуськова, конечно же, не такой. И он объединяется с нацистами, чтобы не дать красным педофилам победить. Авторы заявили, что это история со слов маршала Советского Союза. Сухой документ, что 8 мая произошло бой с столкновением, когда разведрота защищала немецких детей от своих же танкистов. Правда, после того, как зрители все это увидели и задали вопросы, сценаристы вдруг сказали, что все выдумали. А вот эти рассказы про достоверность, это так. Да что вы фильм по трейлерам оцениваете? Оцениваете как фильм? Видимо, в правде от Минкульта тоже надо уши и глаза закрывать, когда говорят о достоверности. Проигравшая сторона пытается выиграть войну потом в мемуарах. Так делали и нацистские генералы, и делают и политические пропагандисты на Западе. Ладно, хоть форму сменили. По пути домой герои встречают американца, который празднует день рождения сына и зовет союзников за стол. Слушай, у нас спирт остался в багажнике. Отставить. У меня нет подарков. Обойдутся. Никакого правительства. Меня сначала закрыли, потом жарень не дали, ничего не езжет. Следующая остановка – место, где немецкий ребенок взял героев в плен. О чем они рассказывают НКВДшнику? Расстреляли, обеззоружили и сдали американцам. Отпустили ребенка, которого могли расстрелять. Наказание – расстрел. И встают они именно у той стены, где ствол в спины им направил нацист, а теперь направил солдат Красной Армии. Для этой замечательной параллели даже кадр сделали один в один. С нашими вроде не так страшно. Как сказать, Сосико? Коммунизм и нацизм – это две стороны одной медали. Окей, это я понял. Так за кого нам болеть? Отзыв о фильме телеканала «Россия» про главу Национальной фашистской партии Италии. Муссолини был блестящим человеком, дал миру третий путь, по которому частично сегодня идет Россия. Отзыв опубликован в телеграмме журналиста федерального канала и автора фильма Владимира Соловьева. Эх, победили бы фашисты, пили бы тосканское. Выясняется, что НКВДшник задержал настоящего героя, который воевал еще в 39-м на Халкинголе, участвовал в финской войне и прошел всю отечественную. Но... Контрразведка у нас не ошибается. Ты же для оборотной портки свои сушил, пока мы под пулями, по скалам пол... Молчать! Ведь если у тебя есть заслуги, то на закон похуй. И, кстати, помните невинно репрессированного органами НКВД друга Саши из начала фильма, про которого мы ничего не знаем, да и на которого сам Саша забил болт, ведь проститутки были важнее. Так вот, Саша внезапно решает помочь. Александр Сергеевич Кознецов, контрразведка он на них взял. Может, помоешь? То есть, его везут на трибунал, а он называет фамилии других людей отмороженному НКВДшнику, который хочет его посадить. Абсолютно внезапно и неожиданно НКВДшник посылает нахер. Какая же он мразь. Пустой разговор. Ну, какой персонаж такой и разговор. Герою вынуждены сделать еще одну остановку, ведь старая рана НКВДшника дает о себе знать. Немец? Да какой немец? Наш. Под расстрел пошел. Ну, ясно. Куда же еще после тебя? Эй! Стоп, стоп, ты куда? Я? Я под венец. Это браток тебе в ЗАГС надо. У нас только под расстрел. Ты куда нас везешь? В особый отдел танковой армии. Да ладно, брось. Это всего лишь адрес. А по сути, везешь ты нас к стенке. Русское советское кино ассоциируется с чем-то мрачным, депрессивным. А я хочу сделать, ну я хочу поменять это. Есть и можно делать хорошее русское кино позитивное. Позитивчик, заиграл, надо, надо, что даром. День, КВДшник, вот, ах. Че, вот эта стенка, да? Ну, че-то грустненькое. Вот так, наверное, повеселее будет, да? Великая победа. Может, здесь Мишуру повесим? Да, да, хорошо, хорошо. Да, так лучше, так лучше. Весело должно быть. Вот ей богу, жалко. А тебе нет? Кого? У нас. Молодых, красивых, здоровых победителей. Куда везешь? В стенки? Ну, типа, их убил. Может, побольше намекну? Ни за что. Убили? Мы же это ветеранам будем показывать. Они должны понять, что это про них кино. Париж. Если бы союзники его не заняли, мы бы сами туда дочапали. И что бы ты тогда с нами со всеми сделал? Построил, расстрелял бы? А может быть, персонажа вместо Александра Воронина назвать ни за что расстрелов? А то, может быть, зрители все еще не понимают мою идею. Кто? Кто писал эти дегенеративные диалоги? Это же издевательство. Не только над несправедливо репрессированными, над победителями, но и над мозгом зрителя, блядь. Главное за что? Сам понимаешь, что ерунда. Ну выпили, ну рванули к бабам. Ну задержали, скоро осудят и расстреляют. Скоро все замолчим твоими молитвами Столетов. А ты что, молодец? Людей подбил, документы и оружие разбросал по бледям. По бледям? Вы серьезно? Просто законченные мудаки. В 2014 году группа депутатов во главе с председателем комитета по культуре из партии «Единая Россия» Станиславом Говорухиным Провел закон о запрете мата в кино. А также в СМИ и театре. Ругаться стало нельзя. Слишком много народной брани. Документ подписал президент Российской Федерации Владимир Путин. Что касается киноиндустрии, прокатное удостоверение на фильм с матом уже не дадут априори. Режиссеры взвыли, но Минкульт отказался смягчать свой закон. То есть даже если фильм 18+, но там есть матерное слово, такой фильм Минкульт в кинотеатры не допустит. Сейчас мы вернем мат в кино и на театральной подмостке. Потом кто-то скажет, а почему карикатуристам нельзя рисовать, что они хотят. Потом другие либеральные целности. Это был сценарист фильма, который снят на деньги Министерства культуры, которое и продвигало закон о запрете мата в кино. И выдало прокатное удостоверение своему же фильму. Документы и оружие разбросал по глядям. Понимаете, из уст народа мат это грязь, брань и быдло. Из наших уст представителя культуры мат это образование, интеллект. И вообще охуенно. Но вернемся к фильму. Я надеюсь, вы не забыли его посыл. И что прикажешься такими делать? Раз, стрелять. Странный кроссворд. Вопросы вроде разные, а у отгадки всегда 11 букв. Раз, стрелять. Правильно, бля. Трибунал решит. Столицу тебе решать. Кого к стенке поставят? Поставят всех! Ты мне своим благородством не купишь. Как это слово у тебя в глотке-то не застряло, а? Благородство. Давай, майор. Выполняй свою нужную работу. После подобного посыла Минкульт просто обязан выделить деньги именно этим киноделам на экранизацию момента истины Богомолова. Будьте любезны. По крайней мере, нахуй не нужное слоу-мо они снимать умеют, а это уже полдела. Минкульт не снялась Крыша вроде только у авторов съехала. В машине-то ее можно закрыть. НКВДшник, видимо, осознает, что выполнять свои обязанности значит быть сволочью. А поэтому он отпускает героев которые просто жили свободно. Убегали из части, бухали, избивали местное население. Они герои. Всё, валите отсюда. Да пошёл он! Да ты заебал, Стычкин. Я и так отдал тебе все Михал-Оскары. Нет у меня их больше. Нет! Да пошёл он! Герой доезжает до части, где его подчинённые упарываются спиртягой. Ёга, я клос. Вот за это, спасибо. Танема проблю. Ой! Надо ещё по одной, чё-то непонятно ничего. Да. Александр же ждёт встречи с генералом, который сообщает, что герой героически повышен. Ну и тут же Саша вспоминает про своего друга, которого мы до сих пор не видели. Арестован контрразведкой. Я за него головой ручаюсь. Разберусь. На этом линия невинно репрессированного закончилась. Мы не увидели ни причин, ни последствий, ни самого репрессированного. На кой эта линия вообще здесь? Мне не хотелось говорить о целых эшелонах солдат-победителей, которые отправлялись из Берлина прямиком в лагеря. От Рейхстага вроде прямая электричка была до ГУЛАГа. Но и не сказать эту горькую правду тоже было нельзя. Так и появился закадровый персонаж, который и в сценарии не был прописан. Целые эшелоны незаконно репрессированных победителей отправляли в лагеря после победы. И авторы поленились прописать персонажа, который напоминал бы об этих людях. Мы как бы осуждаем НКВД, но на людей нам похуй. Это моя, блядь, территория, моя, моя. А ты, голубок, давай жопу в горсть и обратно к своим туда. Цитата режиссера взята из статьи под заголовком, как миллиардер снял по-пацански дерзкую драму о дне победы. Фильм-то оказывается про подводников. Есть у тебя трофейный автомобиль. Махнемся? Так точно. Служу Советскому Союзу. К финалу демонстрируют истинный героизм, который уместен не только на войне, но и в грядущей мирной жизни. Смог отдать смародеренный Мерседес начальнику. Ну и где ваш Матросов теперь? Поздравляю, фарди-майор, медаль за взятие Берлина. Так я же не брал. За что? За машину. Вот они, ваши герои. И тут ничего не поделаешь, ведь... Может это правда? Настоящая история. Реальные факты. Реальная история. Странно, конечно, вы же еще и фотографию настоящего человека показали. Просто во время создания фильма Миноборона опубликовала подборку архивных документов, где находился наградной лист Милюкова. И там написано, что он действительно служил аж с 1940 года, прошел Харьков, Курскую Дугу, а наградили его за взятие городов Гольсон, Барут, Дрезден и Берлин. Как выясняется, за взятку. И самое важное, что это реальная история, она происходила действительно. Мы заткнем рот тем, кто пытается переиначить историю. Владимир Владимирович, затыкание деньгами Минкульта не особо помогает. Найдите, пожалуйста, другой способ. Герой еще раз напоминает о репрессированном сослуживце, и генерал записывает фамилию страдальца. И собирается звонить по его душу. Но как только герой покидает помещение, телефон кладется, а листок с фамилией отправляется в мусорку. Ха-ха-ха-ха-ха-ха. До встречи. Но герою похер он уже видит, как женится на подруге из начала фильма. И чтобы вы не забыли, про кого это снято, авторы вновь показывают фотографию Милюкова, но уже пожилого. Эта история ждала своего часа больше семидесяти лет. Случилась она в жизни с настоящим танкистом-асом, гвардией младшим лейтенантом, героем Советского Союза Александром Милюковым. Надо будет на 9 мая еще раз глянуть, пока я шашлычок готовить буду на вечном огне. Что же по итогу? Великая победа и радость от нее. Для авторов это набуханным скататься по шалавам и все? Неожиданная совершенно сторона какая-то, о которой я никогда не читал, не слышал, не видел. То есть другая сторона победы. Я бы даже сказал другая поза. Когда фильмы про малолетних сперматоксикозников берут за основу подобный сюжет, смех вызывают робкие герои, идиотские поступки, да и знакомая целевой аудиторией навязчивая идея секса. Но у главного героя сперматоксикозов 50 лет. Сформированные личности, конечно, тоже влипают в подобные ситуации, но цель там не просто бухачишалавы. Удивительно, что столь могущественное событие вы завернули в столь нелепую обертку. Неужто Минкульт с этим режиссёром живут в 90-х, когда показ жопы с экрана был откровением, а Бляд, скоро журат и наркотики. Были в новинку. Кроме этого, в фильме ничего и нет. НКВДшник без какой-либо мотивации самоустраняется. Дело в том, что НКВДшник саморастрелялся. Замечательно, конечно, что всех девушек для сцен вроде этой вы заставили сниматься без нижнего белья. Замечательно, что от выпитой за весь фильм водки можно циразнуться. Но ради чего? Чтобы герой после шлюх понял, что любит одну единственную? Но это же не подкреплено сценарно. НЕЕЕЕТ! Непонятно, зачем используют контекст войны. Держи, а то хлоп тут попьянит. Ни тебе её последствий, ни влияния на персонажей. Ненавижу! Есть певцов, который с друзьяшками и режиссёром решил в ролевые игры поиграть. Такие блядские! Контекст здесь, по сути, используется ради одного, чтобы вместо наклейки на машину сказать Русский отымели этого гидро, папа! Вы сами заявляете, что снимаете документальную историю. Вы понимаете, что в этом отымели человеческие судьбы, убитые в боях или в лагерях смерти сослуживцы, погибшие от бомбы или от голода родные в тылу. Ваша автоимели не из 45-го. Оно из 20-го, где даблевотни в подворотне набухиваются на День Победы. Срочно, вас и капитан Стержнёк! Сам же алкоголь в фильме обязательная декорация. Он не работает на ситуацию, они бухают весь фильм. Не работает на раскрытие, они бухают весь фильм. И поэтому же не подчёркивает ни радость победы, ни боль утраты. Хмелел солдат, слеза катилась, слеза не сбывшихся надежд. Я знал, что такая песня должна быть. Отношения же не подчёркивают мимолётность жизни и не способны создать ни забавных, ни трагичных моментов. А, это, наверное, чтобы мы могли выбрать. Это, блять, фильм про авторов, сочинение «Как они провели лето». За что? За машину. 75% варья, это нормально. Менять надо нас, а не правительство. Себя. Что я сделал для своей страны? Только вот проблема, судя по документам, люди, про которых вы снимали, это не вы. Твоя история-то действительно документальная, это было на самом деле. И как бы вы не пытались выдать свою поеботу за советское кино, ваша поебота к нему не приблизится даже на уровне сложностей на съёмках. Большой и неожиданной проблемой для Быкова стало полное отсутствие в СССР самолётов времён Второй мировой войны. Саркисов проводил кастинг актрис на роли проституток. Приехала девушка из Парижа. У неё были накачаны губы и силиконовая грудь. Мы ей отказали, и она обиделась. Из-за этого нам не выдали для съёмок танк. Оказалось, девушка пожаловалась. Я очень высокую планку поставил. Мне теперь нельзя снимать хуже, чем это кино. А для этого надо найти не хуже сценарий, а это очень сложно. Сценарий хуже? Какой? Некрономикон, блять? Чтобы при съёмках ктулху вызвать? И я сейчас ищу сценарий. Кстати, бюджет у фильма был почти 3 миллиона долларов. Дорога на Берлин Сергея Попова стоила 3 800. Где визуально хотя бы часть того, что было в дороге на Берлин? Где массовка? Где техника? Где эффекты? Где хоть что-нибудь? Ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха. Изначально, когда я гуглил имя режиссёра Сергея Саркисова, мне выдавался молодой паренёк. Модный тусовщик, который дружит с нашей богемой и ведёт весёлый образ жизни. А как эти молодые ребята заработали на i8? Хорошо учились. Сделан. И я подумал, ну ладно, вполне логично, что такой паренёк снял такой фильм про Великую Отечественную. Он просто сдобрил его своими эротическими фантазиями. Но оказалось, что Сергей Саркисов сын миллиардера Сергея Саркисова. То есть это снял взрослый 60-летний человек. Чтобы вы понимали, он жил в Советском Союзе. Он там работал, в Главном управлении страхования Ингострахи. После развала Союза, естественно, абсолютно с нуля создал свою страховую, РИСО. Одним из учредителей которой был уже приватизированный Ингострах. Человек, конечно же, всего добился сам. Только благодаря своему таланту и предпринимательской жилке. И на свои деньги пускай хоть ремейк Ильзы съебли и на Рейхстаге снимает. Но зачем? Зачем было просить деньги у государства? Почему? Потому что... Сложно ли было получить финансирование от Минкульта? Вы знаете, нет. Написали и получили. В следующий раз еще раз обратимся. Минкульт, серьезно? Кандидатур получше не нашлось? Ну зачем студентам деньги? Зачем начинающим режиссерам, вот этим молодым талантам раздавать понапрасну? Ну, лопнет же бюджет. Вот миллиардеру помочь государству обязан. Ведь у него сколько трат? На яхты, на дома, парк автомобилей. И чтобы вы понимали, сценарий проверялся на трех этапах. На питчинге Министерство культуры. Для получения удостоверения национального фильма. И для получения прокатного удостоверения. Не только сценарий, но и фильм перед прокатом видели. И никого не смутил. Ни сюжет, ни мат в диалогах. Всех все устроило. Нас с этой историей будут рвать на салфетки. Надплевать. Я уверен, Минкульт никого не накажет. Как и не накажут, например, Киселёва. Надо ставить памятники Колчаку, Краснову. Ведь не важно, что Краснов был с нацистами заодно и был связан с СС. Не важно, что он говорил, цитата, «Да поможет Господь немецкому оружию и Гитлеру». И не важно, что он называл солдат Красной Армии рабами, которых гонит на убой наемник англоамериканцев Палач Сталин. А если и называл, то ни в коем случае не хотел принизить роль наших отцов, наших дедов. Киселёв не нарушил статью 354. Это просто вы не так поняли. Вот за публикацию свастики в группе на 19 человек к вам вопросы будут от ФСБ. А призыв ставить памятники нацистским преступникам с федерального канала на миллионную аудиторию перед 9 мая. Это норма, ведь у каждого свой вклад, своя идея и своя трагедия. Идея того, что европейцы и американцы продали свои души дьяволу, и о Европе без пархатых жидов, это то, что нужно каналу Россия-1. Свой вклад и свои идеи с трагедией также были у Власова, Геббельса и Гитлера. И что, теперь мы должны забыть о них? Не ставить им памятники? Мы что, хахлы фашисты? Эти бендеровцы? Или педоевропейцы? Которые восхищаются ублюдками? И даже... К 75-летию победы ставят памятник гитлеровским коллаборационистам. Мы же хотим увековечить наших героев, которые всего-навсего служили Гитлеру, а это другое. Вот поэтому памятники нужны. Особенно перед днём победы. Такие вот каналы, продвигающие нацистов, и фильмы про алкашей, что набуханные, наплевав на свои обязанности, поехали к проституткам. Фильмы про людей, которые за взятку получают награды, и, конечно, про полное отсутствие ответственности, оплачиваются нами, допускаются в кинотеатры, несмотря на нарушения, и ни с кого нет спроса. Ведь именно за эти идеалы и воевали наши предки. За эти идеалы они восстанавливали города, строили заводы, чтобы всё это досталось тем, кто эти идеалы и увековечивает в кино и на телевидение. На Париж это яркое и лёгкое кино похоже на ВДВ. Оно с почтительной улыбкой славит подвиги всего советского народа. И мне ни копейки с налогов не жалко на такое кино и на такое телевидение. Всего плохого. А когда кончится война, вернёмся мы сюда. Пройдём по этим местам. Кто остался у живых? Я сегодня до зари встану, По широкому пройду полю, Что-то с памятью моей стало, Всё, что было, не со мной помню. А степная трава Пахнет горечью Молодые ветра зелены. Просыпаемся мы, И грохочет над полночью, То ли гроза, То ли эхо прошедшей войны. Просыпаемся мы, И грохочет над полночью, То ли гроза, То ли эхо прошедшей войны. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова